Это моя трудовая книжка. Такой же будет план лекции. Я рассматриваю биологические особенности рака толстой кишки, местную распространённую рак прямой кишки, а также некоторые аспекты выбора первой и третьей линии лечения, по крайней мере, коснёмся тех вопросов, что нового появилось в данных пунктах. В душе каждый онколог, по-моему, всё-таки молекулярный биолог. Почему? Потому что каждый уже знает, выбор выработал для себя определённую теорию развития опухоли, и, соответственно, какие-то свои аспекты патогенеза, как опухоли развиваются. Появление новых докладов, посвящённых молекулярной онкологии в раке толстой кишки, для меня, например, всегда очень интересно. И этот год выносил вдохновение полноценно в плане того, что появилось действительно, по крайней мере, для меня три значимых работы в этом аспекте. Первое — это довольно крупное исследование, точнее, объединились в порядка 11 групп, которые изучались, экспрессии, инвентационные. Экспрессии в генах при раке толстой кишки. Ранее они предлагали различные молекулярные ботипы этого рака, но сейчас они объединились, и в ультбазе насчитывалось уже порядка более 4 тысяч больных. Тем самым они получили наиболее крупную базу, всех известных в онкологии, чтобы определять молекулярные ботипы. Что же они получили? В правильном кластерном анализе, видите, каждая точечка — это больная. И затем кластерный анализ, в зависимости от экспрессии тех или иных генов, а также мутационным особенностям, позволил выделить съедущие группы больных. Четко выделяются 4 группы больных, вот они цветом показаны, и вот разбросаны все точечки, так называемые неклассифицированные пациенты, которых не удовольствует неспектрированные груды. Но в дальнейшем, в своей работе, уже в будущем попытаются все-таки их тоже характеризовать и определить их прогностическое значение. Тем самым они получили 4 варианта. При этом эти пациенты различались и по клиническим словам, и соответственно молекулярно. При этом видим, что пациенты различались, чаще всего, например, матрасов-генебератный гастеритный стабильный характерный для первого типа, что и, соответственно, характерно, женский пол в положении правой половины кишки. При направлении третьем варианте имелась гетерогенность по микросистолитной хромосомной нестабильности, но зато отмечалась чаще мутация геники РАС, гиперспрессия, БЛК, связывающаяся с одинаковыми факторами. Классификация была создана не для того, чтобы определить ее прогностическое значение, просто чтобы понять, какова же природа опухоли. Однако при определении прогноза выживаемости были тоже выявлены интересные особенности, что пациенты, например, первой группы, после операции, до прогрессирования первого, живут лучше, чем, например, пациенты четвертой группе. Однако что оказалось удивительно, что у пациентов после прогрессирования, когда назначалась химиотерапия, и пациенты первой группы, которые имеют микросистолитную нестабильность, соответственно, мутацию БРА, жили намного хуже, отвечая на химиотерапию. То есть картина полностью переменилась. Пациенты уже из четвертой группы, они ставят снова на зеленую веточку, а они приблизились к общей популяции больных. Другим интересным аспектом стало подтверждение гетерогенности опухоли рака толстой кишки. Раньше считалось, что порядка 90-96% случаев имеется конкорбатность между мутационным статусом в первичном, например, в отношении мутации кераз и в метастазе. Представители из индивидуального центра представили интересный анализ 115 пациентов, где имели биопсию первичного опухоли и метастатического очага. При этом биопсия могла быть выполнена синхронно, то есть сразу, как пациент появился, либо же, так скажем, метахронно, то есть через определенный интервал в регензе, который пациенты успевали получить в химиотерапию. И затем они смотрели экспрессионный анализ, а также анализ по числу копий генов и, соответственно, мутации в этих агентгенах. Что же они выявили? Та имелась конкордантность по отношению к мутациям гений кераз, генов и ра, в 50% случаев была конкордантность по мутациям кераз и ра. Однако у пациентов, которые успели получить химиотерапию между взятием биопсии в первичном опухоли и метастазе, значимо были различия мутационного статуса по одной машине, например, генов РАС и РАФ. Что на сегодняшний момент ставить задачу, нужно ли таким больным, которые к нам приходят, например, уже пролечены, делать повторную мутацию. Ведь мы чаще всего берем благо с первичного опухолиослизицируем и сразу отправляем. А если пациент уже получил химиотерапию, у него мутационный статус значимо меняется. При этом, посмотрим на митостатические очки, было отмечено различие в мутационном статусе между разными локализациями метастазов. При этом наибольшая дискордантность между первичной опухолей и локализацией метастазов была обнаружена, например, в отношении лимфоузлов. Аналогичное исследование на несколько меньшем количестве больных было проведено в другом институте, опять же, в США. И в данном случае эти находки были подтверждены. То есть пациентам, которым не проводилась такая интервальная системная химиотерапия, вообще лечения, у них действительно высокая конкордантность между первичной опухолей и метастазовыми по отношению, например, к мутации Кира. А у пациента, которые успели получить химиотерапию, это повторная биопсия, биопсия ЧК, например, в печени, у них значимые различия были в мутационном статусе между первичной опухолей и метастазовыми. Отсюда, соответственно, у нас вывод, что рак в толстой кишке – это гетерогенное заболевание, в честь себя разной подтипы. И при этом она, эта опухоль, имеет свою и внутриопухолевую гетерогенность. То есть очаги между собой различаются по нутационному статусу, и при этом триопухолевая гетерогенность возрастает после проведения химиотерапии. Опухоль очень сильно меняется. Следующий раздел – это местно распространенный рак прямой кишки. Два основных момента мы знаем, что при местно распространенном раке толстой кишки прямой кишки, табом классическом D3-D4, M0, либо M+, либо T, при среднем и нижнем полярном отделе необходимо провести предоперационную химиолучевую терапию. Это нам значимо уменьшит частоту локальных рецидивов и в то же время не очень значимо увеличит продолжительность жизни больных. Соответственно, наши были попытки основные, чтобы улучшить эффект лечения, и каким-то образом перевести системный этап лечения на дооперационный этап. То есть несколько усилий предоперационную химиолучевую терапию, например, добавив, ну ничего умнее не придумали, просто оксалеплодин в предоперационную химиолучевую терапию. И на МАСКО были доложены две работы, которые оценили данный подход. Первое исследование АИ-04, в данном случае это группа немецких и австрийских исследователей, которые оценивали два режима. Это режим химиолучевой терапии с тор-перебединами, операция с последующей адевантной терапией от второго целого. И второй их исследовательский режим, химиолучевая терапия, но в данном случае уже был второго целого и оксалеплодин, с последующей адевантной терапией по схеме ФОЛФОКС. Что же авторы получили? Ну не учитывая большое количество больных исследований, получили значимое увеличение частоты повыск патоморфологических регрессий на 5%. Получили некоторые, ну тоже время достоверное, мы видим, увеличение и время допрогрессирования. Однако это не вызвалось увеличение продолжительности жизни больных. Другое исследование, другая группа авторов, уже РДСИ, очень независимая группа, провели практически вороничное исследование, только вместо 5 туроцилов был капицитабин. Первая группа капицитабин, лучевая терапия, операция с последующим адевантом капицитабина. Вторая группа ксилокс, редукция соответствующей ДОСТ с лучевой терапией и после операции адевант ксилоксом. Что же авторы получили? Они не получили никаких различий в частоте полно-патоморфологических регрессий, они не получили увеличение даже времени допрогрессирования, соответственно, это не вынялось в увеличение продолжительности жизни больных. Таким образом, у нас уже есть 5 исследований, посвященных оценке роли оксавиплотина предоперационной химио-лучевой терапии. Из них в трех у нас доступны данные по общей выживаемости. Они отрицательны. Ни в одном из случаев не было увеличения продолжительности жизни больных при добавлении оксавиплотина к химио-лучевой терапии предоперационной. Двух исследований, сроки наблюдения еще небольшие, поэтому там по общей выживаемости нет, но есть данные по частоте объективных полных патоморфологических регрессий. Здесь не получено увеличение этой частоты. Таким образом, можно поставить полностью крест к вопросу о том, нужен ли оксавиплотин. Оксавиплотин предоперационной химио-лучевой терапии не работает, его назначать не нужно. Однако, может быть, что-то есть более новое, сильное, и так все пессимистично в предоперационной химио-лучевой терапии. И действительно, был небольшой постерный доклад, который оценивал изучение нового подхода в лечении больных. Авторы предложили схему комбинации сарафинома, капитоцитабильной случевой терапии предоперационной. При этом, что интересно, ограничились пациентами с мутацией в генике и рас. Что же авторы получили? Они получили частоту лечебного патоморфоза третьей-четвертой степени у 60% больных. Очень высокие показатели. При этом видим, что токсичность была, в принципе, относительно терпимой. Для РАИ, например, наиболее частое осложнение при химио-лучевой терапии предоперационной, в данном случае третьей степени встречалось с 15% больных. При второй степени тоже с 15% больных. Таким образом, есть надежда, что все-таки нам как-то удастся улучшить предоперационный этап лечения таких больных. Следующий — это дивантная химиотерапия после химио-лучевого лечения. Что мы знаем? Мы знаем, что если пациентам с неспространенным раком при макишке на первом этапе выполнена операция, то есть предоперационной они ничего не получали, назначение дивантной химиотерапии значим увеличивает продолжительность их жизни. Мы знаем, что у пациентов, которым все-таки провели химио-лучевую терапию, например, второперимедийность лучевой терапии, операцию в дальнейшем, назначение дивантной химиотерапии всем пациентам второперимедийными ни в одном из проведенных трех коронавирусных исследований не привело к увеличению продолжительности жизни. Для оценки роли Оксали Платима только в диванте было проведено такое одно исследование хроникл. Мы видим, что трехлетние показатели общей выживаемости были одинаковыми. При этом люди подумали, может быть, все-таки надо как-то выбирать бомерка дивантной терапии. Причем у нас есть очень хороший суррогатный маркер — это ответ на химио-лучевую терапию. То есть пациента проэперировали, и мы можем гистологически посмотреть, как опухоль ответил. И действительно, если мы получаем полный патоморфоз, лечебный патоморфоз в опухоли, то есть опухоль полностью ушла на предоперационной химио-лучевой терапии, частота прогрессирования у таких больных колеблется от 2 до 5 процентов. То есть здесь проведение, как мы видим, третроспективные все анализы, проведение дивантов тороперимедийными ни к чему не приводит, приближается к единицах азоферейшем. У пациентов, которые не ответили на химио-лучевую терапию с тороперимедийными, дальнейшая одевантная терапия с тороперимедийными тоже ни к чему не приводит, и это, собственно, логично. А вот у пациентов, которые имели промежуточный ответ, опухоль уменьшилась с ДТ1-2 и лимфоузлы ушли, они значимо выигрывали от назначения одевантной химиотерапии тороперимедийными. Мы видим, что отношение рисков 0.2-0.6. При этом в одном из ретроспективных анализов, опять же, у меня автор в центре, авторы отметили, что у пациентов, которые плохо ответили на химио-лучевую терапию, подключение оксалиплотинов после операции привело к увеличению продолжительности жизни. То есть необходимо дифференцированно подходить к выбору терапии радиоактивы данной группы больных. При этом именно вот такой подход, как внизу назначение оксалиплотина приняло к приятному прогнозе, был оценен и в исследовании ДОР, результаты которого были доложены на ОСКО-ДНГ. В пациентах вместо распространенного рака прямой кишки проведена стандартная химио-лучевая терапия, вторую отзыв, второперимедийность лучевой терапии, операция, и если у пациента опухоль сохранилась Т3-Т4 или сохраняясь метастазы в лимфатических узлах, их рандомизировали. И рандомизированы либо на одевант фулфлоксом, либо на одевант второперимедийными. Тоже авторы получили. Пока только предварительные результаты, временем это прогрессируют, то есть безрецидивной выживаемости, мы видим, что в группе с фулфлоксом достоверны выше данных показателей выживаемости. Пока общей выживаемости нет, но, скорее всего, данный подход будет оправдан. И, соответственно, мы можем сделать вывод, что, во-первых, оксавиплокин неэффективен в предоперационной химио-лучевой терапии. Назначение одевантной химиотерапии после проведения химио-лучевой лечения до операции должно быть основано на результатах патоморфологического ответа опухоли, а не назначаться всем пациентам. Следующий этап очень сложный – выбор первой линии, что нам лучше назначить – анти-ВИГФ-терапия или анти-ДЖФ-терапия. Однако, если раньше у нас был второй отцел, еще где-20 назад, у нас вариантов не было, все назначали, затем появился ринтекамексар и платим, с чего начинать тоже было безразлично, общая выживаемость была одинакова, независимо от того, что назначали на первой линии, то сейчас мы должны учитывать много факторов, чтобы определиться с лечением. Кроме того, что есть или нет операбельные метастазы, резектабельные или потенциально операбельные, или пациент будет получать истинную палеотильную химиотерапию, мы также должны учитывать и мутационный статус опухоли. Дикий тип генораз, мутация в гене-раз, либо мутация в гене-бэра. При этом самое простое – это мутация в гене-раз. Мы знаем, что здесь, в принципе, ничего, кроме комбинаций фороперименитов, оксареплотина и ринодекана и биоцезумаба в различных комбинациях, ничего не придумано. Как лечить агрессивную опухольмутацию в гене-бэра – тоже большой вопрос. Нужен или нет анти-GFR препараты. Ну и, конечно, очень спорная группа, как лечить больных с диким типом гене-раз. Это анти-GFR терапия в комбинации с химиотерапией, либо биоцезумаб с химиотерапией. Начнем с самого простого – мутация в гене-раз. Раньше число таких больных было 40%, то есть ориентировались только на мутации во второй зоне гена-кей-раз. Однако сейчас появились данные, уже в течение последнего года, что необходимо более точно выделять мутации. Надо смотреть редкие мутации в гене-кей-раз, а также смотреть мутации в гене-н-раз. И если мы исключим больных, которые получают анти-GFR терапию именно этих групп, то мы видим, что число больных с мутацией в гене-раз составляет уже большинство – 60% больных, то есть очень большая группа пациентов. Если в этой группе 40% мы можем думать о назначении анти-GFR терапии, то здесь уже анти-GFR препараты неэффективны. Как это доказано? Ну, в качестве примера можно представить результаты Кристалл исследования, где оценивали два режима фолферицитоксимаба против фолферицитоксимаба против фолферицитоксимаба в первой линии лечения анти-GFR терапии популяции, то есть уменьшим ее, удалим больных, которые к ней нечувствительны с мутациями в гене-н-раз или редкими мутациями в гене-н-раз. Показатели выживаемости становятся выше намного в сравнении с тем, что было. И здесь отметим, что был проведен ряд других исследований, ретроспективных анализов, уже проведенных проспективных исследований. Видим, что по отношению, например, к исследованию Кристалл здесь число больных с мутацией, с редкими мутациями в гене-н-раз было несколько меньше, но все это определяется просто методом, который смотрели в данную мутацию. Но в среднем такое количество больных где-то в районе 20, которым также не нужно назначать анти-GFR препараты. И вот здесь суммированы все эти поданализы уже прошедших проспективных исследований, которые в принципе показывают, что если мы будем уменьшать популяцию, которым мы назначаем анти-GFR терапию, это выходит к тому, что общая выживаемость этих больных значимо улучшается, если бы мы назначали анти-GFR препараты только больным с диким типом гена Киера. Ну, был такой вопрос, можно сказать, такой чертенок, номер 13, где-то 2 лет назад вышла работа о том, перспективный анализ, что пациенты с мутацией в 13-м годоме гена Киера все-таки выигрывают от анти-GFR терапии. Было показано, что назначение цитоксимаба приводит к увеличению времени до прогрессирования и увеличению частоты объективных эффектов, при этом незначимо влияя на общую выживаемость. Сразу скажу, что для понятного мало перспективно это показано не было. Но чтобы окончательно поставить точку в этом вопросе, было проведено исследование, проспективное, результаты были доложены на АСКО в этом году. Исследователи назначали цитоксимаб в монорежиме у больных рефракторной химиотерапии, при этом использовали, так называемый, двустадийный дизайн фрейминга, когда на первом этапе нужно было включить 12 подбольных, при этом с условием, что трое из них должны прожить хотя бы 6 месяцев. Тогда имел смысл продолжать исследование. Если они этого не достигнут, то можно сказать, что дальнейшее увеличение выборки больных не приведет к улучшению данных показателей выживаемости. Что же они получили? Ни одного из включенных исследований пациентов не наблюдалось объективного эффекта. И выживаемость без прогрессирования на отметке в 6 месяцев стояла 0% у больных с мутацией в 13-м году. Таким образом, можем сказать, что анти-Джеферт препараты у больных с мутацией в 13-м году также не работают. Поэтому основной выбор, что мы должны уже сделать в своей клинической практике, назначать анти-Джеферт терапию можно только больным с диким типом всего гена РАС. То есть нужно смотреть и КЕРАС, и ЭНРАС, и уже сейчас направлять, например, на определение мутаций в обоих этих генах. Следующая группа больных – диким тип гена РАС. Что же здесь интересного? Ну, я остановлюсь на двух исследованиях, третий фаз, рандомизированных. Первое было положено в 13-м году, ФАЕР-3. В этом году были различные опыта анализа которых я скажу. Второе исследование ГАЛКС, проведенное в США, которое является, надо сказать, изюминкой АСКО 2014 года. Итак, первое исследование ФАЕР-3. Сравнивали два режима в первой линии лечения больных метастатическим раком толстой кишки с диким типом гена КЕРАС. Исследовали комбинацию фолфирицитоксимаб либо фолфирибиоцузумаб. Что же авторы получили? Несмотря на то, что не было различий в частоте объективных эффектов между группами и в БЕ, не было различий в медиальном времени на прогрессировании, но в группе больных с диким типом гена КЕРАС различие в общей выживаемости было на 3,7 месяцев выше в медиане, в группе с диким типом гена КЕРАС по сравнению с биоцезумабом. А если взять более чувствительную контиджифертерапию популяции, данное различие до их достало 7,5 месяцев. При этом сразу же стали говорить, что может быть вторая линия по-разному была проведена. Однако видим, что, во-первых, скажем, что частота назначения второй линии была где-то 78%. При этом оксалиплатин означал столько в 60% случаев, но частота его назначения была одинаковой в обеих группах. Также была одинаковая частота и кроссоверов на той или иной моноклональной антителе в данном исследовании. Таким образом, характер второй линии не мог повлиять на результаты данного лечения. Тогда оценили длительность назначения второй линии. Видим, что медиана продолжительности любой второй линии в группе цитоксимабом была выше у больных в группе цитоксимабом, нежели у пациентов в группе биоцезумабом. То есть именно вот эта последовательность антиджифертерапии и затем уже биоцезумаб обладали большей продолжительностью жизни. При этом видим, что если считать медиан с момента начала первой линии, до, так сказать, третьего, до прогрессирования уже второго, после окончания второй линии лечения, то именно последовательность цитоксимаб и биоцезумаб показывает наибольшую продолжительность жизни. Когда как, например, в группе с биоцезумабом, куда бы вы не переключали на биоцезумаб, продолжали ли биоцезумаб во второй линии, либо переключались на антиджифертерапию, эти показатели выживаемости были одинаковыми. Таким образом, еще раз говорю, последовательность все-таки может быть имеет значение. При этом следующим возможным объяснением такого различия отсутствия эффективного эффекта, отсутствия влияния на время допрогрессирования антиджифертерапии по сравнению с биоцезумабом и увеличением продолжительности жизни при этом, возможно, является такой феномен, как глубина ответа опухоль. Опухоль, ну, частота объективных эффектов одинаково, то есть число больных, которых опухоль уменьшилась больше, чем на 30%, одинаково. Но, может быть, в группе сатоксинаба глубже уменьшалась опухоль, на 40%, на 50%. И, соответственно, чем глубже уменьшается опухоль, возможно, в дальнейшем для популяции клеток приводит к тому, что и общая выживаемость тоже увеличивается. Это было продемонстрировано в исследовании ТРЭД, когда сравнивали четырехкомпонентную схему лечения фалфоксирии с биоцезумабом против фалфирии с биоцезумабом. И там действительно подтвердили данное явление. Опухоль сильнее уменьшалась на четырехкомпонентной схеме, и это проводилось увеличение продолжительности жизни больных. Что же здесь, авторы, появились? Буквально неделю назад были доложены эти результаты. Видим, во-первых, при независимой оценке частоты объективных эффектов авторам все-таки удалось показать, что группе цитоксимабом частота объективных эффектов выше. Однако сразу скажем, что при независимой оценке включаются больных, у которых было выполнено хотя бы два КТ. То есть часть больных не включена в этот анализ. Это уже, так скажем, незапланированный анализ, к нему нужно относиться критически. Однако было четко показано, что у пациентов группе цитоксимабом опухоль действительно глубже уменьшалась. В 45% случаев этот тип респонс наблюдался чаще, нежели в группе с беоцезумабом. При этом и в группе с беоцезумабом и цитоксимабом вот эта глубина ответа опухоли четко коррелировала с продолжительностью жизни больных и в настоящий момент является одним из объяснений полученных результатов. Однако на 2014 году доложили результаты исследований как немецкое независимое исследование, ой, с американским независимым исследованием сравнивали два режима – это химиотерапица, токсимаб и химиотерапица, беоцезумаб. Это, скажем, окончательный дизайн исследований, потому что была еще другая группа, которую закрыли досрочно, а также включались больные с диким типом гена Киера. Так как назначение химиотерапевтического режима было отдано на Олл Куб химиотерапевтам, исследовательным турам, учитывая то, что в США чаще любят оксалиплатин, содержащие схему, видим, что в 73% случаев практически как будет в обеих группах назначались оксалиплатин. Фулфокс с этоксимабом либо фулфокс с беоцезумабом. Фулферин назначался лишь четверти больным. Что же получили авторы? Авторы получили отсутствие различий в частоте объективных эффектов. Авторы получили отсутствие различий во времени до прогрессирования. Видите, графики просто одинаковые. И также получили отсутствие и в общей выживании. Еще раз говорю, это только больные с мудацией в гене Киерас. Пока не проведен анализ по дикому типу всего гена РАС. Однако видим, что показатели медиа выжимасти абсолютно одинаковые. И очень высокие – 29 месяцев. Вспомним, что, например, буквально год или два назад мы еще рисовали графики, где назначение биоцезумабом с фулфокс пробивает стену в 2-летнюю выживаемость. А тут просто авторы взяли и получили 29 месяцев. Ни с того ни сего. Тоже очень странно. Когда провели анализ по химиотерапевтической составляющей, отметим, что в группе с фулфери различия между графиками получено не было. Здесь же в группе с фулфокс мы видим некоторые тенденции, может быть, к расхождению в количестве токсима. Однако это лишь тенденция, поэтому можем лишь сказать, что пациенты жили одинаково в обеих группах. По токсичности отметим, что свойственным тому или иному таргетному препарату токсичность была в соответствующей группе. Диарея и сыпь, соответственно, чаще встречаются в группе с фулфоксимала, гипертензия и тромбоэмболические явления в группе с биоцезумабом. При этом данных по объективному ответу опухоли на проводимое лечение пока представлено не было. Поэтому мы не знаем, опять же, как глубоко опухоль отвечала на том или ином режиме. Это будет доложено на европейском конгрессе в сентябре. Но хочется отметить, что в качестве рецензента выступал довольно известный профессор Дубанер из Испании, и он решил немножко поспекулировать имеющимися данными. Мы знаем, что, например, в трёх исследованиях, где сравнивали, где изучали, как меняется выживаемость, если мы будем исключать пациентов с редкими мутациями в гене Кираса, мутациями НРАС, видим, что при исключении таких больных, то есть ограничив популяцию наиболее чувствительную к антиджиферотерапию, то есть риск смерти уменьшается от 5 до 18%. Но он, соответственно, решил немножко поспекулировать и посчитал, что если мы… что нам следует ожидать? Что в этом исследовании американском, если мы ограничим популяцию всем диким типом гена РАС, то хазеррейша станет 08, 087, 085. В принципе, при таком числе больных, скорее всего, будет позитивным пользоваться токсиномом. Но дождёмся, не будем спекулировать, мы не доктор ТБР, мы будем спокойно ждать сентября. Однако мы можем сравнить эти два исследования. Не одинаковые ли они? Популяции больных – да, это первая линия, это дикий тип 2-го экзона гена КЕРАС, то есть популяция одинаковая. По ЭКО, тоже одинаковые лишь 1,5% в группе в исследовании ФАЕР имел ЭКОК-2. Некоторые различия получены в отношении удаления первичной опухоли. В американском исследовании больше было больных, у которых первичная опухоль не была удалена. Хотя мы знаем, что это некоторые негативные прогностические признаки по некоторым исследованиям. Больные в США были несколько моложе. Химиотерапевтические режимы также различались. ФОФОКС, здесь ФОФЕРИ. И первичный критерий эффективности, в данном случае была общевыживаемость, здесь объективный эффект. Особенно настораживает это различие в числе больных, получавших более двух линий терапии. Если в исследовании ГАЛ, то 88% больных, при этом получавших двух компонентов, хотя бы химиотерапия, оксалий, блатин, либо ремотекан, то здесь 7% больных назначалась вторая линия. При этом, только напомню, 62% больных назначался двух компонентов, реже, например, с оксалием, блатином. Поэтому, возможно, это тоже не играет свою роль в том, почему получились такие различия между двумя, по сути, одинаковыми исследованиями. Но, тем не менее, в настоящий момент, при ДИК-антиэпигенах и РАС комбинация химиотерапии с анти-ДЖФР препаратами или биоцезумов показывает схожие результаты. При ДИК-антиэпигенах и РАС, лучший результат отмечается с анти-ДЖФР препаратами. Но необходимо дождаться результатов под анализа исследований, чтобы четко нам сказать, что да, в этой группе не назначаем эти ДИК-антиэпиген, препараты с химиотерапией, в этой группе не будем их назначать. И, наконец, небольшая, всего 8-10% больных, но очень сложное в лечебной определении лечебной тактики группы больных – это пациенты с мутацией в гене БЕРА. Что такое БЕРА? Это один из передатчиков сигнала с того же самого ДИК-антиэпиген, как и КЕРАС. Соответственно, мутация в КЕРАС у нас ассоциирована с отсутствием эффекта анти-ДЖФР-терапии. Соответственно, логично, что при мутации в нижележащем звене передачи этого сигнала также должно быть такой же вывод, что данный препарат и не работает. Что мы точно знаем? Что, во-первых, здесь суммированы исследования, что мутация в гене БЕРАС ассоциирована с неблагоприятным прогнозом, при этом в большей степени и метастатических больных в меньшей степени привезли к табельной стадии, но тоже там ассоциированы с неблагоприятным прогнозом. Но в отношении предикторных свойств в отношении анти-ДЖФР-препаратов. В 2013 году был подан мета-анализ. Китайские авторы, которые провели доступные исследования объединили доступные исследования в литературе, к тому времени определили, что мы видим, что в группе с диким типом гена БЕРАФ именно только эти пациенты выиграют назначение анти-ДЖФР-терапии. Здесь суммированы исследования с садоксимабом. А в группе больных с мутацией выигрыша никакого не было. То есть они тем самым все-таки доказали предикторную роль. Однако сумменицы внесли опять же исследования с садоксимабом. Исследования в данном случае кристалл поданализ. В данном случае вот эти нижние графики это соответственно глобики пациента с мутацией в гене БЕРАФ, а это получавшие только химиотерапию. А это пациенты, которые получали с мутацией в гене БЕРАФ, но получали садоксимаб. Мы видим, графики различаются в продолжительности жизни, меня на продолжительности жизни различаются. Недостоверно, если с ним что-то небольшое количество больных, но это есть. Поэтому данный настоящий момент очень противоречивый. И действительно, исследователи очень расходят свое мнение все-таки считать мутацию БЕРАФ предиктором эффективности антиджиферапии, или не считать. Должны мы на ритусские раз писать теперь в справках определять еще мутацию БЕРАФ, или не должны. Как лечить этих больных? В настоящий момент имеется одно исследование, опять же, это исследование ТРАЙП, о котором я уже говорил, сравнение двух режимов фолфери с биоцезумабом, биоцезумаб фолфаксири. Мы видим, что в данном исследовании на всю группу больных, а в группе четырехкомпонентной схемы, конечно же, чаще выше была продолжительность жизни. Но, опять же, это было ассоциировано с выраженной токсичностью режима. Больные, получавшие фолфаксири, у них чаще была ДРА, чаще была стапонита и нитропиния, поэтому его не всем назначили. Однако, что интересно, авторы проанализировали, что у группы больных с мутацией в гене БЕРАФ показатели выживаемости при четырехкомпонентной схеме фолфаксири с биоцезумабом относительно значимо выше, нежели у пациента с фолфири биоцезумабом. И в настоящий момент, в принципе, этот режим рекомендуется в первую линию больных с мутацией в гене БЕРАФ. Ну, что же дальше? Мы все знаем, уже сегодня был отдельный доклад о том, что ингибиторы БЕРАФ при меланоме обладают потрясающим эффектом при мутации в гене БЕРАФ. Почему бы их не назначить и больным с опухолью толстой кишки и мутацией БЕРАФ? Мы назначали, было проведено небольшое исследование пилотное первой фазы, которое не подтвердило каких-либо значимых эффектов. Лишь в одном случае был подтвержденный частичный ответ. Но длительность ответа была очень небольшая, медианное время до прогрессированной при терапии виборов и НИБО у больных с мутацией гена БЕРАФ в раке толстой кишки стало всего 3,5 месяца. Почему такое происходит? Чаще всего здесь имеется парадоксальный эффект. Рак толстой кишки, как несложно догадаться, несколько отличается от меланока. Отличается тем, что блокировав при мутации БЕРАФ эту молекулу БЕРАФ, в клетке возникает парадоксальный эффект, она активнее начинает делиться. Это связано с тем, что в клетке происходит гиперэкспрессия, увеличение количества ИГФР рецептора, и также сигнал начинает обходить БЕРАФ через другие пути и происходит парадоксальная активация нижележащей молекулы МЕК. Поэтому в данном случае начали изучать комбинированные подходы блокировать и ИГФР, так как он гиперэкспрессируется при облакировании БЕРАФ, и угибировать МЕК. Сначала провели исследование на клетчатых линиях, взяли несколько клетчатых линий рактостой кислотации в гене БЕРАФ, и посмотрели, как она будет реагировать на монотерапию данными ингибиторами, либо комбинации данными ингибиторами. Что же получилось? Что изолированное выключение ИГФР, ИГФР, или БЕРАФ, или МЕК, не приводило к значимому уменьшению прореферации опухолевых клеток. Однако комбинация обладала противоопухолевой активностью. При этом наибольшие эффекты были в группе, когда блокировали все три молекулы. И этот год стал, так сказать, прорывным. В определении тактики лечения таких больных было сообщено на АСКО пять, результаты пяти клинических исследований первой фазы, где оценивали различные комбинации анти-БЕРАФ, анти-МЕК, анти-ГФР препаратов с мутацией гений БЕРАФ. Практически во всех этих исследованиях различные комбинации данных препаратов приводили к большому числу частичных эффектов. В данном случае можно, например, представить данные Бенделла. Раньше она представила данные. Мы видим, что в случае тройной комбинации пани-Турмаба, доброфениба, трамитиниба, большинство больных уменьшалось опухолевых. Это уже химио-рефракторные больные, включаясь в первую фазу эстерлиони. Таким образом, мы можем точно сказать, что рак толстокишлист мутации в гений БЕРАФ имеет прогностическое неблагоприятное течение. Данное предпредективное свойство в отношении эффекта анти-ГФР препаратов противоречиво, однако, моё мнение, и по крайней мере, я в клинике пользуюсь, я все-таки определяю мутацию БЕРАФ наряду с КИРАС. В случае, если имеется мутация БЕРАФ, я ни в коем случае никогда не назначу анти-ГФР препараты таким больным, потому что и на клеточных линиях, и в мета-анализе видим, что анти-ГФР препараты у этих больных не работают. И комбинированная терапия ингибиторами ГЕРАФ и МЕРАФ показывает обнадеживающий результат. Так, следующей, так сказать, частью тактики ведения больных в первой линии терапии рака толстой кишки и метастатической болезни влияется на значение поддерживающей химиотерапии после окончания первой линии. В практике мы чаще всего недопрогрессирование доводим на ту же самую схему фол-фол. Либо мы останавливаемся после восемнадцати двадцати четырех недель терапии оставляем пациента под наблюдением, либо рассматриваем варианты убрать оксали и платин и оставить просто второперимедины. Есть еще один подход, когда назначаются интермитирующие режимы, например, три курса химиотерапии, каникулы в течение двух-трех месяцев, затем снова химиотерапия. В данном случае мы именно рассмотрим результаты поддерживающих химиотерапии после первой линии. У нас, опять же, были доложены два исследования. Исследования поддержки второперимединами плюс биоцезумабом, либо биоцезумабом, либо просто наблюдение больных, которые завершили двадцать четыре недели терапии второперимединами без биоцезумабом и оксали и платином без прогрессирования. Их андомизировали на три группы, и в случае прогрессирования пробовали проводить ретродукцию опять оксали и платином второперимединами без зума. Следовали два андпоинта первого. Мы видим, что в группе с поддерживающей терапией второперимедина биоцезумабом, либо биоцезумабом, пациенты по продолжительности жизни жили как бы дольше. Однако по отношению к ТФС, неудачи, стратегии выбора лечения, мы видим, что графики одинаковые. Мы можем долго спекулировать на тему того, что исследование было моноцеллюрити. Да, вот они, доверительные интервалы. Если бы у нас отсутствие какой-либо поддержки просто наблюдения вписалось бы в 95-процентные интервалы, то да, мы сказали бы что наблюдения равны эффективно, например, моноцеллюрити или поддержки второперимедина биоцезумабом. Но, несмотря на то, что графики одинаковые, мы видим, что 95-процентные интервалы вышли за предполагаемые пределы, и тем самым, якобы, это исследование негативно. Нельзя сказать, что наблюдение не менее эффективно, чем биоцезумаб или комбинат второперимединов. Но, вернусь к этому графику, меня совсем не переубедил, что наблюдение не менее эффективно, чем моноцеллюрити биоцезумабом. Оно одинаково. При этом, если посмотреть, авторы посмотрели общую выживаемость, мы опять же видим, что графики совпали. Таким образом, стратегии химиотерапевтических каникул, когда не нужно назначать поддержку после терапии биоцезумабом, абсолютно оправданны. Может быть, конечно, некоторые пациенты выигрывают от поддерживающей терапии, но об этом чуть позже. Ну, и, конечно, надо отметить, что возможно отсутствие выигрыша в общей выживаемости было связано с тем, что в группе пациентов, которым назначалась поддержка биоцезумабом капецитабином, реиндукция ксалеплатинсодержащих режимов была в два раза реже, нежели у пациентов, которые были на какими-то терапевтических каникулах. То есть, видимо, не все пациенты могли, возможно, было назначить ее, они были так хорошо залечены. Следующее исследование по оценке поддерживающей терапии это исследование Кайро-3, точнее, его уже окончательно, ну, относительно окончательные результаты, они были одоложены на прошлом году, в этом году был апдейт. Режим абсолютно одинаковый несколько лет. Не столь продолжительный было первой линии лечения, шесть курсов ксиолокса с биоцезумабом, после этого пациент рандомизировался на наблюдение, либо химиотерапия капецитабином биоцезумабом. После прогрессирования делали реиндукцию. В данном случае опять вот эта вот желаемость с момента рандомизации поддержки терапии и наблюдения до второго прогрессирования являлась основным пунктом исследования. Авторы получили увеличение вот этого показателя пункта достоверного в группе пациентов с поддерживающей терапией. Также было увеличение продолжительности ответа на реиндукцию, однако это не вылилось увеличение продолжительности жизни больного. Но в данном случае, так как это все-таки было независимое исследование, сделали поданализ, посмотрели, что у пациентов, которые ответили на первую линию лечения, то есть на первой линии ксилокса с биоцезумабом, у кого уменьшилась опухоль, достигнут частичный или полный ответ. И именно эти пациенты выигрывали продолжение терапии к апецитабильному с биоцезумабу. А также пациенты, у которых был синхронно выявлено первичную опухоль метастаза, при условии, что первичная опухоль была оперирована. Как это выражается графически, вот пациенты с ответом на индукционный режим первой линии терапии, мы видим, что у пациентов, у которых был ответ на лечение, назначен на поддерживающую химиотерапию, это зелененькая веточка, жили лучше и дольше, нежели пациенты, которым выбиралось наблюдение после ответа на первую линию лечения. А вот в графике различия выживаемости у больных синхронно выявленными метастазами при условии резекции первичной опухоли, мы видим, что назначение поддерживающей терапии было отправлено, у этих больных действительно выявилось в лечении продолжительности жизни. Лицензентом данного исследования выступил профессор Сальц. И, как еще сказал, видимо, у онкологов большое раздвоение личности, они не только душемолекулярные онкобиологи, но и еще и фармацевтические экономисты. Конечно же, подсчет, сколько будет стоить то или иное лечение, для нас очень важно, особенно для нашей страны. А это был в США, товарищи США. И он сказал, что, например, при назначении биовоцузумаба в поддержке в среднем на одного больного выйдет 20 тысяч долларов каких-то. Ну, не считая всяких там других побочных ответвлений на выплату денег. При этом это ассоциировано с увеличением первого времени до прогрессирования до 36 дней, увеличение стратегии времени стратегии выбранного лечения до 12 дней, ну и не выйдется увеличение продолжительности жизни. В этих условиях он сделал абсолютно правомощный вывод, что, в принципе, не нужно всем назначать поддерживающую терапию биовоцузумаба не нужно это. Это экономически не выполнено, что самое главное, не оправдано в отношении выживаемости пациентов. Они приведут к увеличению продолжительности жизни и, возможно, приведут к тому, что невозможно будет начать даже нормальную вторую линию. Потому что, как видим из первого исследования про интродукцию биовоцузумаба была в два раза реже, нежели пациент, находящихся на наблюдении. Ну и можно сделать вывод, еще раз повторюсь, проведение поддерживающей терапии с биовоцузумабом не привод к увеличению продолжительности жизни на всей популяции больных. Возможно, необходимо выполнять персонализированную боль больных. Если опухоль уменьшилась на первую линию, они выиграют от поддержки. Либо, если был удален первичный опухоль, при условии наличия синхронных тастазов, они тоже выиграют от поддержки биовоцузумаба. Ну и последний слайд, называемый классик. Таргетные терапии, гены какие-то, все давно хотелось услышать, может быть есть какой-нибудь химиотерапевтический препарат новый. И действительно, в третьей линии, буквально пять же неделю назад, были доложены результаты третьей фазы рандомизированного исследования с препаратом ТАС-102. До него пока еще, что странно, не было придуманного коммерческого названия, поэтому такое странное название ТАС-102, хотя уже третья фаза исследования. Препарат, также как и фтороперимедины, действует на путь формирования перимединов, но при этом, не напрямую на тему делается синтетаза, как большинство фтороперимединов, также действует в итоге и на ДНК клетки, при этом отмечено, что у пациентов также есть у препарата также есть ангиогенный эффект. Исследование было крупное, 800 пациентов химиорефракторных к лечению назначали либо ТАС-102, либо плацебо, и видим различие в медиане общей выживаемости достоверное 7,1 месяцев и 5,3 месяца. Вот график времени до прогрессирования в этом исследовании. Я один это заметил. Видите, медианы одинаковые практически, но различия идут уже после достижения, когда 50% больных запрогрессировали, какая-то группа больных выигрывает одно значение. Аналогичный график очень похожий в группе с аэрофинилом. Посмотрите, это еще один препарат, зарегистрированный в третьей фазе лечения бактерии статическим колоректальным раком, время ПФС одинаковое. А вот этот график, может быть, кто-то вспомнит, у всех больных еще до того, как выделили группу с кейрасом, с диким типом кейрасом. Поэтому, можем сказать, что, скорее всего, и для аэрофинила, и для ТАС-201 имеются какие-то биомаркеры, предикторы эффективности этих препаратов. Следует ожидать, возможно, если фирмы будут в этом заинтересованы их выделением. Таким образом, внедрение персонализированного подхода в онкологию улучшает продолжительность жизни пациентов. Однако, ставится по клиницистам исследовать новые задачи и трудности. Дальнейшее субтипирование рака толстой кишки определяет необходимость претроспективного анализа данных, уже проведенных исследований. Необходим пересмотр дизайна и консенсы проведенных клинических исследований, где на первое место должен выступать поиск регулярных маркеров предикторов эффективности этого лечения. Спасибо за внимание.